Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередную налоговую новость. И на этот раз новость будет связана с вопросом профилактики налоговых нарушений. Именно данному вопросу посвящен документ ФНС России, реквизит которого вы видите. В данном случае приказ ФНС России утвердил программу профилактики рисков причинения вреда охраняемым законам ценностям Федеральной налоговой службы. То есть, как видите, достаточно интересное название у документа, но и содержание документа тоже вызывает большой интерес. Документ достаточно большой, и я тезисно изложу определенные моменты, которые в нем содержатся. Во-первых, ФНС России указывает на основные проблемы, которые существуют в связи с нарушением налогового законодательства. И ФНС России видит эти проблемы, во-первых, в том, что имеется недостаточная информированность налогоплательщиков о тех или иных аспектах налогового права. Кроме того, имеется проблема в неверном ошибочном применении налогового законодательства. Ну и, наконец, много проблем связано с ошибками в заполнении отчетности. И в данном случае ФНС России предлагает общий путь борьбы с данными проблемами, а именно усиление мероприятий по распространению налогового значимой информации среди налогоплательщиков. Следующий интересный аспект, который содержится в программе, это статистические данные. Вот здесь действительно этот документ очень полезен, интересен. И для тех, кто достаточно серьезно и глубоко изучает налоговое право, я, конечно, рекомендую обратиться к соответствующим статистическим показателям. В данном случае указывается на то, что к 2018 году числится 8,2 миллиона налогоплательщиков. Здесь важно то, что ФНС России, во-первых, рассматривает эту цифру в динамике с другими годами. И, в общем, из этой динамики видно, что количество налогоплательщиков уменьшилось. Кроме того, ФНС России приводит различные данные в разрезе соответствующих цифр. То есть указывается, сколько налогоплательщиков организации, сколько налогоплательщиков индивидуальных предпринимателей. Соответственно, как эти налогоплательщики применяют режимы налогообложения. Поэтому, в общем, обратите на это внимание. Следующий аспект – это оценка эффективности выездных налоговых проверок. В целом, тенденция, о которой уже неоднократно говорили, продолжает проявлять себя в большей степени в 2018 году. Эта тенденция заключается в том, что количество выездных налоговых проверок уменьшается, а количество размера доначислений по одной выездной налоговой проверке в среднем увеличивается. И в данном случае средний показатель по одной выездной проверке составляет 15 миллионов рублей доначислений. Следующий интересный момент – это перечисляются те методы, которые в настоящий момент используются для профилактики налоговых нарушений. В основном эти методы связаны, опять же, с информированием налогоплательщиков. В данном случае важным источником информации является сайт ФНС России, на котором размещается различная полезная информация. Во-вторых, проводятся семинары. Ну и проводятся мероприятия по упрощению доступа к налоговозначимой информации. Это в том числе делается путем разработки различных мобильных приложений. Важный аспект, который отражен в рассматриваемом документе, это то, что достаточно активно ФНС России проводит концепцию управления поведением налогоплательщиков. Эта концепция заключается в том, что ФНС России выделяет какую-то отдельную отрасль, выявляет в этой отрасли соответствующие схемы ухода от налогов и проводит достаточно серьезную информационную кампанию по распространению сведений о том, что соответствующие схемы раскрыты, и налогоплательщикам в целях минимизации налоговых рисков необходимо отказаться от тех или иных схем, которые, по мнению ФНС России, необоснованно ведут к уменьшению налоговой обязанности. И в данном случае ФНС России приводит пример такой кампании в рамках сельского хозяйства, а именно в рамках экспорта зерна, и указывает на положительные, позитивные результаты данной кампании. Ну и, наконец, в заключение приводится план-график, в котором указываются мероприятия, срок выполнения, мероприятия, связанные с профилактикой нарушения налогового законодательства. Что хотелось бы сказать? Что вообще данная программа отражает общую тенденцию, которая существует в отношении налогового контроля. Это и распространение информационных, ну, точнее, не распространение, а внедрение информационных технологий, это и уменьшение количества выездных налоговых проверок, внедрение различных мобильных приложений. Здесь я с определенным удовольствием хотел бы отметить, что большинство этих тенденций, которые отражены в программе, я о них говорил в лекции, которая посвящена была налоговому контролю, и там я также говорил о современных тенденциях, которые проявляются в налоговом контроле. Так что, кому интересно, во-первых, ознакомьтесь с данной программой, ну, а во-вторых, можете ознакомиться также и с лекцией по налоговому контролю. Ну, и в заключение я бы не отказал себе в удовольствии обратить внимание на достаточно красивый слог, который используется в программе. И вот, видите, я делаю выдержку, в которой указывается на то, что налоговый орган выполняет роль не только контролирующего органа, администратора, но и является тем органом, который объединяет усилия бизнеса и государства для достижения общих целей, а именно целей, связанных с развитием экономики Российской Федерации. Так что, ознакомьтесь с этим документом, он, на мой взгляд, очень интересный. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.